Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол, это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. И сегодня у нас два матча. Матч против Манчестера и матч против Санпдории. Против Манчестера, наконец-то, выходит Крещано Роналдо. Хоть и с травмой, но и ему все-таки... Он сам, наверное, тоже очень ему охота сыграть. Мы будем надеяться на то, что травма не усугубится у него дальше. И посмотрим сейчас, что по травмам у нас. Очень много, вы видите, игроков есть в Ювентусе, но они все в арендах. Вот Миранчук. Три недели травма. И Гарет Белл уже 11 дней. Вот так вот. И Роналдо еще и 12 дней ему осталось. Минус два уже рейтинга у Крещано Роналдо. Вот эта вот травма, которая усугубила его. Если не ошибаюсь, ему на 6 недель была травма. Хотя нет, пусть лучше Манчестер в черном отыграет, чтобы не сильно. Ну что же, вот таким составом поехали. Итак, Лига чемпионов Ювентус-Манчестер Юнайтед. Криштиан Роналдо встречается против клуба, в котором он стал футбольной звездой. После карьеры в Англии Криштиан Роналдо перебирается в солнечный Мадрид, где взял три Лиги Чемпионов. Но теперь он бросил вызов самому себе и перешел в новый для себя клуб Ювентус, в котором он тоже будет пытаться выиграть Лигу Чемпионов. Это все еще может травма усугубиться, но тренер посвящался с врачами и все-таки пропускает Ювентус. Вот так вот от Лукаку. Бойцы их честны. Быстрая атака и Лукаку забивает свой пятый уже гол в Лиге Чемпионов. Стоит задуматься теперь и Криштиан Роналдо. Нужно быстрее отыгрываться. И Мать Юди выбивает мяч. Как же сейчас все-таки не хватает этой скорости от Гарета Бейла. Ну, Хуан Мата просто. Ну нет, это все, это расстрел. Два асиста на Лукаку от Маты и Лукаку забивает уже дубль. К перерыву горит Ювентус. Вот так вот Мать Юди на Белерина, Белерин. И есть автогол забивает Манчестер. Или это все-таки гол защиты будут на Белерина. Но шикарно. Шикарно он здесь вот прострел сделал. Но и скорее всего на Матича запишет. Да, это автогол. Не Мани Матича, но Ювентус подбирается. Подбирается вплотную к сопернику. Нужно забить еще один и будет уже ничья. И все будет решаться на Олд Траффорд. Будет очень сейчас опасное выбрасывание. Бернардески на Дебалу. Дебала. И Дуглас Коста сравнивает счет. Это 2-2. И будет ли забитый третий мяч от любой из команд. И он станет решающим сегодня. Но шикарная. Шикарная атака. Шикарная комбинация сейчас. И прям под самую перекладину забивает Дуглас Коста. Свой третий мяч уже в Еге чемпионов. И должен быть свисток. Да, 2-2. Манчестер вел. И закончится матч в ничью. Да, Криштиан Роналду не забил. Видно, что Криштиан Роналду нужно возвращаться в форму. Но матч был отличный. Итак, матч против Самбдори. Давайте мы посмотрим, сколько у нас забитых мячей. 92 забитых мяча в сезоне. На данный момент в чемпионате Италии. Остается нам забить 8 мячей. Из... Сколько у нас там матчей? Так. Из 7 матчей нам остается забить 8 мячей. То есть, если мы в каждом матче даже минимум по одному мячу будем забивать, мы будем выигрывать. И это пойдет нам в плюс. Ну и последний матч в сегодняшнем выпуске. Ювентус против Самбдори. Посмотрим, как теперь отыграет. Марио Манджукич возвращается во второй состав. Поехали. Итак, Ювентус, к сожалению, не смог победить в матче Лиги Чемпионов в плей-оффе. Против Манчестера у себя дома. И будет теперь очень опасная игра в Англии. Но сегодня у нас чемпионат Италии. Так, на Евгения Коноплян, который вырывается из-под защитников. И Зинченко с голевой от Евгения Коноплян и забивает Александр Зинченко. Она в новой позиции для себя правый нападающий. Шикарно убежит, поборолся Коноплян и шикарный прострел. И забивает Зинченко свой первый гол в чемпионате Италии. В первом тайме Бентак Туру в перекладину. Зинченко. Внимание. Ой-ой-ой-ой-ой. Хайдира 2-0. Ювентус просто разгорячился под концовку. Ну и шикарный был сейчас момент от Бентак Туру. Он попал в самую перекладину. Он с Зинченко хорошо, что выиграл вверх. Так вот. Три Веллы навесил. И Хайдира забивает левой ногой свой пятый мяч. Так вот идет заброс на Зинченко, который отлично себя прям показывает на этой позиции. И Маркизио какой шикарный гол в девятку головой. И тем более еще и не с метра, можно сказать, до ворота. Там приличное расстояние больше 11 метров. С линией штрафной. Снова Зинченко отличился. Дает голевую. И вот так вот в самую девятку мяч залетает парашютиком. 3-0. Ивентус просто громит Самбдорию. И Торейра забивает все-таки 3-1. Хорошо разыгран был сейчас этот угловой. А вот она и ошибка. Манджукич. И все-таки Бентак Туру забивает 4-1. Я уж думал, какое-то проклятие на нем. Но нет. Отличный кросс, который ему сделал Марио Манджукич. Он забивает. Ошибка, естественно, там была. Игроков Самбдории. И вот так вот прозевали они. Третий мяч. Я вот думал, это будет его только первым. И Коноплянка еще забивает в концовке. Евгений Коноплянка. 5-1. Шикарный матч для Ювентуса. Очень он красочный был для голов. И, между прочим, посмотрите, кто сделал голевую. Снова Александр Зинченко. Отличный матч. Заканчивается матч. И, мне кажется, Александр Зинченко должен стать героем этого матча. Man of the match. И да, так и есть. Александр Зинченко. Давайте посмотрим на его показатели. 1 гол и 3 голевые передачи. Просто лучший игрок. Аплодисменты в его сторону. Победа 5-1. 5 забитых мячей. Итого, если мне не изменяет память, нам нужно забить еще 3 мяча. Сейчас мы в этом убедимся. Так, давайте проведем тренировку. Зинченко просто шикарный игрок. И на левом защитнике, и на правом форварде. GK 78 рейтинг. Неплохо для сборной России. Хороший центральный защитник. Пресс-конференция. Все такое тут. И снова пресс-конференция. Ну, теперь для Крещена Роналда полностью готов как раз. Ну, а мы пока что посмотрим. Кстати, Тарина, который нас выбили. Обыграли Санбдорию. Там на волоске висели от вылета. И вышли в финал с Наполи. Где их, наверное, все-таки Наполи и выиграет. Да, как я и говорю. 3 забитых мяча нам остается. Мы еще, кстати, ни разу не проиграли в чемпионате. Это очень хороший для нас результат. Да, мы сыграли больше даже в ничью, чем вторая строчка. Но зато у нас больше всех еще и побед. Так. Алисона нам надо будет взять. Матч с Манчестером. Может быть, все-таки сейчас он начнет тащить. Но отсюда тогда мы поставим все-таки Счестный. Который два мяча от Манчестера все-таки пропустил. И мы посмотрим как раз в этом матче, кто будет лучше стоять на воротах. Уже посмотрели, что Счестный пропустил два мяча. Посмотрим, сколько пропустит Алисон. Или вообще не пропустит. Ну что ж, друзья. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол Утажин. До новых встреч, друзья. До свидания.